Всем привет! Новый день! Забрала Димочку с садика. Идём гулять. Сейчас, как всегда, погуляем где-нибудь на площадках и домой. Я сегодня, девчат, не ходила ни за грибами, никуда, потому что очень много скопилось дома дел. Надо было и порядки навести, убраться, и кушать приготовить. Я сегодня варила суп с белых грибов со сливочным сыром. Как это вкусно! Не стала вам снимать ни рецепты, ничего? Куда? Туда? Ну иди, давай, пойдём на ту площадку, пойдём. Не стала вам снимать ни рецепты, ничего, потому что всё это уже тысячу раз показывала на своём канале. Каждую осень я снимаю этот суп из белых грибов со сливочным сыром. Думаю, ну а там, в принципе-то, какой рецепт? Грибы, картошка, небольшая зажарка и сливочный сыр. Ничего такого, ну, знаете, что-то такое, чтобы человек не знал, что стоит показать. Поэтому так просто переработала до конца кабачки. Помните, у меня было прям много-много кабачков? Привезли с отпуска, я их салаты запекала. Ну, просто их запекала в духовке с помидорами, с луком, с чесноком вкусно, ну, в виде салата. И так их готовила. И, в общем, сейчас вот остатки все, я смотрю, они уже начали подпорчиваться. Думаю, чтобы не пропали, надо их доесть. И прям эту духовку запекла. А карачка, получается, вот с этими кабачками. Кабачки нарезала кубиками. Туда немножечко чесночка, специи, растительное масло. И, получается, гарнир чисто кабачки. Ничего больше. Ну, чтобы их переработать, говорю, чтобы они не пропадали. Ну, мы, в принципе, любим такой овощной гарнир. Мы очень даже с этого... Ты чего? Развернулся, ко мне побежал. Бросил самокат посреди дорожки и ко мне побежал. Обнять, что ли, захотел? Не знаю, не поняла. Вот, на площадку идем, которая возле магнита. И, в общем, переработала я, молодец. Так что ничего не пропало. Если вы меня смотрите, родители, знаете, что я ничего не выкинула из того, что вы передали. Все доели, все до последней капельки. Ой, штатив не брала. Одной рукой тяжело, но затекает рука держать. А другой, если берешь, то загораживается камера. Некрасиво. Вот. И все, девчонки. Весь день сегодня. Ну, обычная, говорю, уборка, обычная готовка. Дома хлопотала. Думаю, не пойду за грибами. Ну, и к тому же уже, знаете, банки закончились. Энтузиазма уже такого нет. Сейчас, получается, если даже я и насобираю, то это только лишь в заморозку. Ну, оно и в заморозку можно было бы еще запастись. Мы, вроде, запаслись. Но много не бывает. Сами знаете, какое огромное количество блюд идут. Именно грибы там очень много. И, конечно, чем больше я запасусь, тем лучше. Дима куда-то, то туда повернет, то сюда повернет. Все, остановился. Вот. И все, девочки. Сейчас домой придем, покажу вам, что приготовила. Сейчас Дима поиграет. Сейчас я к нему. Дима, держись, Дима, держись крепко. Давай, съезжай. Все, пришли мы домой. Вот я вам показываю кабачки, про которые я говорила, запекла в духовке с окорочками. Все. Все кабачки переработаны. Сейчас вот этот гарнир доедим, и ничего у нас не пропало. И здесь я варила суп с белыми грибами и сливочным сыром. Это вообще божественно вкусно. Это даже не передать, вообще, насколько это вкусный суп. Вот я готова просто вот эту жижечку есть. И есть мне даже гуся не нужна. Ну и с гуся тут только грибы и картошка. Больше ничего. А, ну и зажарочку я делала. Лучок, морковь и пару зубчиков чесночка. Это очень вкусно. Это правда. Это одно из наивысхитительнейших блюд на свете. Суп с белыми грибами и сыром. Ммм, обалденно. Ну это тоже вкусно. Я говорю, мы овощной гарнир любим. Белые грибы на второй день выглядят вот так. То есть первый день у меня получается вся эта решетка в грибах. На второй день они уже пополам меньше. Я их, ну, ближе сюда. У меня здесь обогреватель стоит над этой сеткой. Я их ближе сюда все подсталкиваю, чтобы быстрее сушились. Ну и вот на следующий день я их уже собираю. То есть сейчас они уже подсохли, но они еще мягкие. То есть если их трогаешь, они еще мягкие. Такими их убирать нельзя. Надо, чтобы они были полностью как сухарик. Но вот этот вот прям уже вообще сухарик. А вот некоторые трогаю еще мягковатые. Вот, в общем, на следующий день они уже полностью готовы. Они станут еще меньше в размере. И уже можно будет убирать на хранение. Димина вещи с садика практически всегда сразу идут в стирку. Потому что, вот смотрите, джинсы, в которых он гулял, да? Тут прям вообще освещение темное. Лампочка еще одна перегорела в коридоре. Вообще плохо что-то видно. Вот, в которых он после садика гулял все. Все черное. Потому что катается с горок. Сейчас, естественно, на улице грязь. Лазит по всяким там турникам, качелям. И все. У меня штаны постоянно. Это лишь на один раз, не более. Вот раз он побыл в садике. С садика погулял. И сразу в стирку. На следующий день в других штанах. В этих же уже нереально идти. Сейчас. Стирка не прекращается. Девчат, сейчас покажу. Так, это... Вот, сегодня стирала стирку, повесила предыдущую. Вон, сняла на кровати. Ждет своего часа, чтобы я ее разложила по своим местам. Эту предыдущую стирку. Мы, кстати, опустили бортик на Диминой кровати. Он теперь в нее залазит сам. Слазит с нее сам. Он вот этот стульчик свой подставляет. Вот так вот. И залазит, так как бортик опущен. Ну, сейчас уже большой. Сейчас уже ему не нужен такой, ну, чтобы вверху подъемный. Многие мне, кстати, часто бывает пишут про эту кроватку, что Люба, ему давно надо ее поменять. Ну, это колыбель как бы для младенца. Вы знаете, по росту она ему еще нормально. То есть, как бы Дима еще не огромного такого роста, чтобы, знаете, у него где-нибудь там ноги свисали. То есть, ну, по длине она ему нормально, не маленькая. Единственное, что получается именно, как сказать, морально. Ну, что это колыбель, а он уже не младенец и спит как бы в колыбели. Ну, а так в целом она ему пока что нормально. Я не хочу, девчат, покупать сейчас именно новую кроватку, потому что при переезде в наш дом я, Диме, планирую покупать комплект мебели. Ну, чтобы все было в едином стиле. Кровать, шкаф, письменный столик, тумбочка прикроватная. Ну, вот что там идет, да, в этот комплект, в детский как бы гарнитур. Чтобы все было одинаково в одном каком-то красивой цветовой гамме, с одинаковыми рисунками и так далее. И не хочется, что, знаете, кровать одна, шкаф другой, стол вообще откуда-то в третьем месте купили, чтобы, ну, это было красиво, все. И сейчас, получается, если ему покупать полуторку кроватку, то, ну, а потом куда ее? Чисто вот на небольшой срок, а потом, ну, в дом переезжать, всю новую мебель покупать и эту кроватку, ну, выкидывать. Ну, даже не выкидывать, даже если продавать, вы сами знаете, все, что БУ, вы уже никогда не сможете продать по той цене, по которой вы покупали. Ну, просто не хочется переплачивать деньги. Так как он еще не... Так как он не вырос из этой кроватки именно по росту, то мы с Сашей игрушки твои. Бери, можно, бери. Бери, можно, можно. Бери, бери, бери. Да. Ну, конечно, мамин порядок, ровно пока Дима не пришел в садик. Ну, вы, кстати, знаете, я сейчас вообще спокойно на это реагирую, что он раскидывает свои игрушки, потому что сейчас чаще всего... Дима, да? Да, играй. Чаще всего в конце дня я Диме говорю, все, Дима, будем сейчас бай ложиться, давай собирай игрушки. И он собирает. То есть сейчас он уже в таком возрасте, что спокойно их собирает. Иногда бывает, что он прям не в настроении, капризничает, плачет. И я тогда говорю, ну, ладно, ничего страшного, мама там утром сама уберет завтра. Вот, но чаще всего он убирает за собой. Да, Дима? Тоже что-то хочешь рассказать, да? Расскажи всем зрителям, как ты день в садике провел. Хорошо? Хорошо? Вот, и мы с Сашей решили так, что пока он не вырос именно в росте из этой кроватки, то пусть на ней спит. Потому что мы все-таки планируем переезд в ближайшее время. Мы не планируем, там, знаете, делать ремонт ближайших, я не знаю, 5-10 лет. Нет, конечно. То есть прям вот в ближайшее, в ближайшее. Ну, вот уже следующий отпуск, который весной, там будут проделаны огромные работы. Что, сынок, который у нас будет отпуск, мы уже планируем там сделать прям колоссальные работы. Ну, пока не буду вам все перечислять, все, что мы запланировали, потому что вечно планируешь одно, а по факту получается третье. Да, твоя машинка белая. И серая. Ой, да какие красивые. Вау-вау, какие красивые. И это вау-вау, красивая. Вот. Ну, вообще, как бы, думаем и надеемся и верим, что в скором будущем мы уже переедем в свой дом. И уже, естественно, по переезду сразу будем Диме покупать в его комнату полностью, ну, всю его комнату обставлять новой мебелью. Покупать комплекты я хочу, именно, как бы, детский гарнитур, чтобы все-все в едином стиле было. Поэтому пока не покупаем ему другую кроватку, пусть спит в этой. Так, мне пришли заказы с Валберес. Надо разобрать, девчонки, по своим местам. Заказывала, девчат, набор досок. Разделочек. Они недорогие, я не помню, сколько, ну, что-то вообще недорого стоили. Что с моими досками? Вообще, по идее, можно бы было еще пользоваться моими досками. В целом-то они вроде и ничего. Но у моих предыдущих досок, сейчас я вам покажу, сейчас эти до конца распакую. Сейчас надо будет посудомойку убрать, помыть, и можно будет ими пользоваться. Наклейка какая-то. Сейчас оттеру, подождите. Так, тут, кстати, написано про них, наверное, да, набор досок разделочных. Четыре штуки. Размера даже не вижу. Ну, в общем, не важно. Обычный, средний размер разделочных досок. Тут чуть-чуть наклейки осталось. Вот. Чем мне понравились эти доски? Почему я решила их вообще поменять? Потому что вот эти доски, они полностью сделаны из пластика. Вообще, я покупаю сейчас только пластиковое. Ой, свет плохой. Вообще, надо камеру протереть. Подождите. Так получше стало видно. Она еще, телефон с улицы заносишь, запотевает камера. Про доски. Вообще, я всегда с того момента, как купила посудомоечную машину, покупаю только пластиковые доски. Потому что, ну, естественно, с появлением посудомойки хочется все мыть в ней, а деревянные доски очень быстро разбухают и, ну, приходят в негодность. Ну, как бы мне не нравится, что у них становится с этим маленький срок службы. Пластиковые же их можно мыть и мыть и мыть до бесконечности. Но мои предыдущие доски, они не были целиком пластиковые. У моих предыдущих вот этот корпус был пластиковый, а вот тут вот основа и края были силиконовые. И вот эти вот силиконовые вставочки, они стали, ну, как испортились с посудомойки, стали на ощупь... Что, Дима? Сейчас, подождите. Так, я к вам вернулась. На чем я остановилась? На силиконовых вставках. И вот эти силиконовые вставки у досок испортились. Они стали, так скажем, разлагаться прямо на глазах. И вот до них дотрагиваешься. Ну, такой, знаете, силикон стал липкий-липкий, неприятный, липкий. В общем, жуть полная. И вот смотрела специально на Валберес, чтобы все, все полностью было пластиковое. Чтобы никаких силиконовых вставочек не было. Ну, еще мне нравится, когда разные цвета у досок, что ты уже там мысленно для себя определяешь. То есть, что, допустим, красное это для разделки мяса, синее, допустим, для разделки рыбы, желтое для разделки овощей. И зеленое, допустим, она общая стандартная. Хлеб нарезать, ну, что-то такое, может быть, фрукт какой-то нарезать и так далее. Вот, кстати, ну, мне нравится, когда не одного цвета, а разное. Я вот как-то где-то там в голове себе делаю пометку, что это вот, если мясо хочу разделать, достаю вот это, если вот это, вот это. Вот. В общем, обновила доски. Сейчас вам покажу. Здесь у меня есть, да, вот. У меня еще стала портиться Димина тарелка. То же самое. Она сама пластиковая, но тоже я ее мою в посудомойке. А вот здесь у нее такая силиконовая вставка. Ну, вообще, это вставка для того, чтобы она прилипала к столику, и ребенок не мог как бы перевернуть эту тарелку. Ну, покупалась она еще, когда Диму поменьше, было, когда он мог, ну, там, баловаться, эти тарелки кидать. Сейчас, естественно, он уже спокойно ест. Но, как бы, тарелка осталась. И вот то же самое. Сама тарелка нормальная, все. А вот эта силиконовая вставка стала разлагаться, и она прям на ощупь стала такая липкая, неприятная. В общем, вот, если вот где-то в чем-то есть силиконовые вставки, все это портит посудомойка. Ну, тарелка, когда бог с ним, мы, как бы, особо это дно там не щупаем, да. А доску, конечно, неприятно брать, потому что, как раз-таки, вот эта ручка была силиконовая, и ты ее трогаешь, она вся такая липкая, склизкая, неприятная. Поэтому заменила. Так, что еще? Так, у меня еще были заказы с Валберис. Вот, девчонки, два мешка. Так, это упаковка силикогеля. Нет, кто помнит, может, не помнит, не знаю, мы раньше всегда котам покупали силикогель Сибирская кошка. Ну, вообще, как бы, среди всяких-всяких марок силикогелей, это считался самым дорогим силикогелем Сибирская кошка. Ну, он нам очень нравился по качеству, он просто обалденный. Ну, хорошо сдерживал запахи, впитывал в себя все хорошо, в общем, замечательный. Ну, как бы, сейчас, я не знаю, ну, наверное, на все, конечно, цены растут. Не только на силикогель, на все, на что не посмотришь, цены растут. Но сейчас он стал вообще непростительно дорого, очень дорого стал тот наполнитель. И мы решили перейти на что-то более бюджетное, потому что, ну, что-то уж совсем стали драть цену за эту сибирскую кошку. И вот стали сейчас заказывать вот такой вот силикогель, так, как он называется? Так, премиум, силикогель премиум, Мада Инна Россия какой-то. Сейчас вот так вот поближе вам, вот, Мада Инна Россия, вот так вот выглядит упаковка. Так, этот силикогель, в отличие от сибирской кошки, он круглый. В сибирской кошке были такие кристаллы разных форм, камушки-кристаллы. Здесь он полностью круглый. Ну, также есть синие вставочки. Вот, и, ну, мы вот сначала взяли одну упаковку на пробу, ну, думаем, попробуем. Если уж совсем будет, как бы, плохой, то, ну, попробуем какой-то еще. Либо вернемся к сибирской кошке. Ну, вы знаете, мне он очень понравился, поэтому, кто вот тоже для своих котов покупает наполнители силикогель, присмотритесь вот к такому вот, знаете, классный, классный, но стоит гораздо бюджетнее, чем сибирская кошка. Вот, поэтому, в общем, остановили выбор на нем. Это вот сейчас уже у нас не первый заказ, это мы уже раз в четвертый, наверное, покупаем вот такой вот. И уже, когда, знаете, протестировала, проверила, только потом уже вам стало показывать, рассказывать. Сразу думаю, не буду показывать, а то вдруг какая-нибудь тягня, я вам насоветую. Так, ну, еще заказали у котиков, закончился, ну, не закончился, а последняя упаковка сухого корма. Вот, заказали еще сухую корму, упаковку. Большие упаковки тоже всегда заказываем. У нас в Магните есть и жидкий, и сухой корм, как бы можно купить такой корм в Магните, но он там дороже. Я не знаю почему, но на Валперес дешевле, поэтому идем не в наш магазин, а заказываем на Валперес, потому что там тоже это как бы бюджетнее, а корм абсолютно такой же, как и в Магните. Ничем не отличается. Так, упаковка, это... Все, заказы я разобрала. Сейчас ее расставлю по своим местам, подождите. Я тут потихоньку уже начинаю убирать сезонную обувь, перестирала всю, сейчас уже она, наверное, высохла. Такие вот демины, ботиночки, уже все в них холодно. Ну, соответственно, летние сандальки сейчас все буду убирать в прихожую на хранение. Мои летние кроссовочки, Димины летние кроссовочки. Еще. И еще вот тоже Димина обувь. У него есть еще одни кроссовки, которые надо выпустирать. Ну, я не знаю, девчонки, там так сильно пожелтела подошва, если эти все, их просто реально в стиральной машинке, то она прям белоснежная, видите, подошва. А у тех там еще одни кроссовки, у них она прям ярко-желтая. Я понимаю, что стиралка такое не возьмет. Это надо какой-то петновыводитель чем-то таким пробовать, чтобы, ну, их отбелить, эту подошву. В общем, те еще одни кроссовки оставила на потом. По свободнее время будет, возьмусь за них более серьезно, чтобы их привести в порядок. А это все убираю на хранение, чистенькое, опрятное. Будет ждать следующего сезона, потому что сейчас у нас уже очень холодно ходить в такой обуви. По цветочкам моим спрашивали. Люба, как поживают твои цветочки? Дима, дай мама пройдет, пожалуйста. Да, пройду, спасибо. Вы знаете, девчат, цветы у меня цветут и пахнут. Вообще обалденно себя чувствуют. Ну, единственное, я их еще пока не обрабатывала. Я вся в грибах, в походах, мне не до них. Вот видите, требуют обрезки. Вот это старое цветение, это все старое цветение надо обрезать. Есть новое свежее цветение, беленькое. Так, в целом, ну, как бы, их бы пообрезать. Вот тут какие-то сухие веточки. Это все я обычно обрезаю по приезду с отпуска. Но сейчас я решила, пока сезон грибов, надо заниматься грибами. А уже когда я их не смогу собирать, тогда уже в спокойной обстановке, когда целыми днями сидеть дома, приведу цветы в порядок. Розочка. Розочка, как ни странно, у меня до сих пор цветет. В прошлом году она цветла с весны по осень. И в зиму ушла в покой. Сейчас, как бы, ну, уже к осени она все, ну, как бы, начинала уходить на покой. Но в этот раз она вообще, вроде бы, и осень, она вообще еще не планирует уйти на покой. Я, когда приехала, тут весь подоконник был в ее бутонах. То есть, ну, пока мы были в отпуске, она все это время цвела, цвела, сбрасывала цветки новые, набирала, сбрасывала, набирала. Но я думаю, ну, ладно, пока в отпуске, вот она, наверное, отцвела, и все, сейчас будет уже затихать. Но нет, девчат, вот это вот старое цветение тоже надо поснимать. Все времени нету, говорю, цветами заняться. Вот старые ее бутончики. Вот тут вот, смотрите, свежий цветок распустился. Вот, смотрите, какая шапка огромная. И посмотрите, сколько бутонов у нее. Вон, тут каждую ветку возьми, на каждой ветке куча-куча новых бутонов. То есть, она еще пока что у меня вообще не планирует уходить в покой. Вся в бутонах планирует еще цвести, цвести, цвести. Не знаю, может быть, в этом году вообще не будет отдыхать и в зиму будет цвести, понятия не имею. Ну, полна сил и цветения моя розочка. Женское счастье тоже, говорю, старые вот отходят, новые распускают. Тоже весь в цвету. Попозже я ими займусь. Как закончу с грибами, так обязательно займусь цветами. Мне надо еще к ужину грибы подготовить. Меня, кстати, тоже спрашивают, Люба, что ж ты все в заготовке-то, в заготовке эти грибы? А так их просто поесть, пока вот они не свежачок. Ну, поела бы, что-то там с ними приготовила. Нет, девчата, я вам просто не показываю. Мы, когда маринуем грибы, всегда, ну, не всегда бывает, что все прям ушло в баночки, а бывает, что остается. И в итоге мы это уже едим просто так. Вот это вот мы варили для маринада. Ну, вот последние банки были, сколько уместилось, столько уместилось. Вот это вот тоже вот осталось. А, камера падает. Так. Вот это вот тоже осталось. Вот, и я, как бы, такие грибы, их довожу до ума, и мы их просто кушаем. Ну, вон, суп грибной варила, так кушаем, который вот остается после маринада, не все уходят. Что я делаю с такими грибами? Я в них добавляю еще уксуса. Только теперь такого обычного, у меня вот есть, допустим, виноградный уксус, можно яблочный, можно какой-нибудь обычный, просто 9-процентный. Так, добавляю в них уксуса. Как бы я добавляю уксус в маринад, да, когда их, ну, под закрутку готовлю. Но они же не полностью пропитаны им, то есть надо же все равно, чтобы они настоялись в этих баночках, пропитались этим рассолом, маринадом. Вот. А если их сразу достать, ну, там же в маринаде буквально несколько минут, на 15 минут там варишь, то они не успевают насытиться этим рассолом, и они на вкус пресноватые. И если как бы не с банки, а сразу решаешь есть, то надо немного уксуса добавить. Вот добавляю уксус, все это хорошо перемешиваю, и сюда лучок и чесночок. Так, вот, сейчас посмотрим, у меня в холодильнике нет начатые луколицы. Вроде нет, это у меня бывает начатые в холодильнике. И все, сейчас вот нарежу, получается, сюда лук полукольцами, чеснок натру на терке, в эти три булочки. Мам! Что, еще банан? Сейчас. И плюс растительное масло добавляю. Да такая вкуснотища, девчата, не передать, просто вкуснотища. На, держи, Дима. Так что едим мы грибы, не только я их заготавливаю, еще спрашивали, куда ты столько много заготавливаешь, ну, куда столько много? Ой, вы что, вдвоем их съедите, что ли? Ну, вы вдвоем столько съедите. Я в этот раз, ну, я, в принципе, и говорила, но сейчас повторюсь на один. Я в этот раз хочу побольше их заготовить, ну, во-первых, их в лесу как никогда много, ну, прям, действительно много, собираю не хочу. А во-вторых, я хотела бы угостить своих родственников, своих друзей, когда поедем в отпуск. Почему бы и нет? Рая давно у нас спросила, что хочу попробовать северных грибов, хоть бы привезли, угостили. Вот хочу Раю угостить, привезти ей пару баночек, ну, и плюс сушеные белые грибочки ей привезу. Сашинам родителям хочу привезти, как бы, ну, баночку, две, угостить тоже северными грибулечками. И моей маме, естественно, мы в следующий отпуск поедем и к моей маме в гости, она уже, как бы, живет там, на югах. И, как бы, свою маму тоже хочу угостить северными грибами. Все, мама на севере больше не живет. Где она их еще поест, как ни от нас, ни от северян. Поэтому, ну, как бы, что-то нам, что-то, естественно, наша семья съест. Что-то я, вот, ну, как бы, хочу угостить родственников, друзей. Почему бы и нет? Почему бы и не поделиться, если у нас этого изобилия? Я считаю, ничего в этом такого нету, что можно чем-то таким поделиться. Я вообще с Сашинам родителям, мы же каждый год, как вот с отпуска едем, постоянно от них закрутки везем. Вот, и я с Сашинам родителям говорю, что подождите, вот сейчас мы переедем в свой дом. Я говорю, уже буду сажать огород у меня, ну, как бы, что же будет с огорода, какие-то закрутки делаться. Вы уже сможете тогда вообще отдыхать. Мы, если что, будем я там на закручу, то, что выращу, и говорю, поделюсь. Часть нам, часть вам, говорю, привезем. И вместе будем кушать. А вы можете уже отдыхать, не заниматься этими закрутками. Ну, маме же все равно тяжело, мама может крутить, только если папа постоянно рядом на подхвате. Без папы она не может, ну, без его помощи, как бы. Вот, и я говорю, скоро, мама, все, мы будем, наш насадит черед, мы будем вас угощать. То вы нас все угощали закрутками, а потом мы вас будем угощать. Я буду вся в этих закрутках. Все, налезаю лучок полукольцами, натираю чесночок, добавляю растительное масло. И сейчас вам покажу, какая у меня тут вкуснотища будет. Все, приготовила, вот такая вот вкуснятинка получается. Очень вкусно, ко второму грибулечке. Я урю немножечко уксуса, растительного масла, свежий лучок, чесночок. И заморозки достала укроп. И сюда еще плюс зелень укропа. Это ароматно, это вкусно, это обалденно, девчат.